добрый вечер я рад что у вас сегодня так много и я рад что вы пришли я предполагаю вас заслуга во многом наверно пушкина не моя мы говорили на прошлой лекции которая у нас была примерно месяц назад здесь же в библиотеке некрасова как и с какой целью в россии изучали иностранные языки 18 19 веках а сегодня мы обсудим использование иностранных языков и прежде всего их использование дворянством и прежде всего я буду говорить о французском языке потому что понятно что французский это главный язык дворянства русского и дворянства европейского вообще 18 19 веках и как вы знаете эта тема обсуждалась очень бурно уже в девятнадцатом веке собственно даже в 18 она обсуждалась она бурно достаточно бурно и до сих пор когда пишут о дворянстве того времени всегда так или иначе эту тему затрагивают то что я буду вам сегодня рассказывать это не только мои находки это результаты научного проекта который реализовывался в бристольском университете вот здесь вы можете посмотреть некоторые из публикации этого международного проекта я принимал в нем участие если так обсуждался французский язык в то время то это конечно же не только и не столько может из-за французского языка сколько а потому что французский язык фокусировал внимание общества на роли дворянства в судьбах русского общества судьбах русской культуры все кто читал роман война и мир прекрасно знают насколько важным этот вопрос был для толстого но вот я вам напомню это обложка первого издания войны мира и знаменитые слова которые начинают этот роман и бьямо пас же не люк не сон плюк и дезапонажа дэ поместья и уже по на этой фразе вы видите да смесь русского с французским и конечно же французский язык для толстого был важен не просто как черта того времени ну чтобы это сказать сделать его повествование более более реалистичным что ли но также это и средства характеристики его персонажей вероятно вы помните что один из его отрицательных персонажей это элен безухова прекрасно говорит по французски а и наоборот один из наиболее светлых персонажей наташа ростова она тоже из дворянской семьи но говорит по-французски далеко не совершенно и конечно же у толстого это совершенно не случайно война и мир было написано в 60-х годах 19 века что хорошо показывает мне кажется что вот франкофония то есть использование французского языка тогда в россии не воспринималось русским обществом бесстрастно и наоборот к нему подходили очень оценочно к этому явлению это был как маркер поведения это был маркер социальной принадлежности и даже моральная характеристика совершенно не случайно опять же элен безухова отрицательный персонаж и очень пристрастно об этом писал достоевский в дневнике писателя вот посмотрите такие замечательные строки для меня вовсе не то удивительно что русские между собой говорят не по-русски даже было бы странно если бы они говорили по-русски а то удивительно что они воображают что хорошо говорят по-французски дальше он развивает эту мысль говорит что даже высшее общество по его мнению недостаточно хорошо говорит по-французски и заключает он эту тираду он пишет что вот все это неприлично в нравственном отношении тем нахальным самодовольством с которым они то есть высшее общество выговаривают эти картавые буквы то и детскую хвастливостью не скрываемую даже и друг от друга с которой они щеголяют один перед другим подделкой под язык петербургского парикмахерского гарсона тут самодовольство всем этим лакейством отвратительно заключает достоевский такая вот тирада которая обвиняет во всех грехах общество и французский язык то есть общество которое использует французский язык но это конечно же слова которые были написаны человеком который сам к этому высшему обществу не принадлежал и поэтому это это очень важно с точки зрения человека который к этому обществу не принадлежал все это похоже на театр на лицедейство и не хотелось бы как раз сегодня об этом поговорить то есть на в какой степени это театр была ли это только мода были какие-то правила использования языков были какие-то запреты и вот мы постараемся посмотреть это на разных примерах и один из примеров это будет семья пушкина и и и и сам александр сергеевич пушкин и сначала мы постараемся с разобраться в каких целях французский язык тогда использовался в россии и мы увидим что очень часто французский язык был лакмусовой бумажкой по которой высшее общество отличало себе подобных вот мы говорили на прошлой лекции о том что дворяне обучали своих детей иностранным языкам мы говорили какие наиболее популярные языки были в россии в то время это был кто был вы были мне кажется и немецкий прежде всего даже немецкий а не французский немецкий был первым языком первым по крайней мере хронологически за ним приходит французский и конечно же это были важные языки но вообще-то это общество было когда мы говорим о дворянах того времени мы подразумеваем что они говорят по-русски и по-французски двоязычным это общество мы опять же говорили не было они знали другие языки и вот здесь вот такая хорошая иллюстрация это тетрадка с для записи слов девочки из семи князей барятинских и вы видите первая колонка это итальянский язык 2 это французский 3 это немецкий то есть вот они изучали несколько языков в некоторых семьях только два иностранных некоторых больше англичанка марта вильмот которая гостила в доме княгини екатерины дашковой по 17 веке писала о княгине что-то владеет говорит на 4 5 языках и о том что говорила также что за столом у нее очень часто переходили с одного языка на другой и говорили на всех этих языках 40 лет спустя в другом в другой семье это семья давыдовых другая англичанка отметила здесь вот вы видите эти цитаты что четыре языка это ничто для одного человека здесь причем все происходит в провинции даже не в москве не в петербурге и потом она говорит о своей подопечной она говорит что ее ученица говорила на четырех или даже пяти языках свободно переходила с одного языка на другой и вообще она замечала что дети русские дети дворянских понятно семьях обращались к взрослым на том языке на котором нужно было обращаться взрослым конечно если они знали этот язык но вот очень часто они говорили очень правильно на этих языках правильнее пишет она чем можно было бы представить то есть англичанка безусловно удивлена однако все эти языки были в неравном положении то есть наиболее важными с точки зрения дворянина были конечно же французский и русский в какой в каком отношении они находились это мы как раз посмотрим то есть это были языки семейного внутри семейного общения даже когда дворяне стали обучать своих детей русскому языку во многих учебных заведениях и семьях стали они обучать русскому языку в конце 18 в начале 19 века то есть до этого очень часто формального обучения русскому языку не было а то даже тогда мы видим что на русском русском языке упражняются но очень часто в семьях высшего дворянства на русском языке не пишут они пишут друг другу дети пишут родителям на французском языке то есть русский так и не заменил во всяком случае в этот пушкинский в эту пушкинскую эпоху не заменил французский язык русский не заменил французский в чем здесь причина в этом сегодня мы и разберемся во первых русское дворянство верила в то что общение общение это было главное главное занятие для дворянства всяком случае высшего дворянства общение с их подобными должно принимать определенной формы и эти формы как раз и были отличительной чертой этой социальной группы а об этой модели поведения общение уже говорили в 16 веке были трактаты которые рекомендовали дворянам как им нужно вести себя при дворе как им нужно вести себя друг с другом в отношении женщин и так далее и одним из важных вопросов в этих трактатов было мягкость они писали о мягкости ляду сэр человек посещающий приличное воспитанное общество должен был отличаться утонченностью он должен был отличаться конечно безупречным поведением изысканными манерами языком и веселостью остроумием это вот такие набор таких качеств которые важны были для светского человека это такая была форма культурного капитала то есть вот как раз этому учили в том числе этому дворянских семьях и важной чертой этой культурной модели было как я сказал отношение к женщине место женщины и уже у кастильоны вот здесь это один из первых таких важных трактатов который был переведен на многие европейские языки уже у кастильоны пишется о женщине женщине при дворе и пишется что женщины привносят в общество утонченность и мягкость и особенно такая роль женщины проявилась во французских салонах салоны вы знаете что такое были салоны вот здесь вот есть несколько картинок это собрание высшего общества во франции как правило в центре салонов была женщина ходила женщина очень часто это были женщины высшего света которые приглашали себе домой и такое общение дворянского общества с его галантностью с рафинированностью и особой ролью женщины как правило происходило на французском языке но само собой что она происходила на французском во франции это понятно но эти салоны стали распространяться по всей европе и европе также говорили на в этих собраниях говорили на французском языке и таким образом вот призыв произошел вот этот экспорт и моделей поведения и языка по всей европе франция была естественно образцом блистательного общества версаль был на тот период главным первым европейским двором и конечно же все это впечатляло иностранцев и поэтому это в том числе и поэтому французский язык распространился повсюду в европе в россии хотя хотя конечно же вот эти трактаты так такие как так так кастельона они переводились на русский язык 18 веке уже в первой половине 18 века начинают переводить эти трактаты как правило со французского языка но несмотря на это вот эти формы общения в частности салон они долгое время не развивались в россии салон даже в царство екатерины второй в россии фактически нет салонов таких какие бы они были во франции конечно в пушкинское время вы знаете уже они есть петр первый попытался ввести салоны он у него есть такой указ об ассамблеях вот эти ассамблеи они должны может быть были стать салонами но они салонами не стали и кстати нам ничего не известно о том использовался французский язык в этих салонах или нет но были не только конечно же ассамблеи были и другие места и формы общения в которых дворяне могли использовать французский язык ну прежде всего конечно же при дворе то при дворе были иностранцы и с иностранцами нужно было говорить на французском языке это был тогда язык международного общения но не только ради иностранцев учили французский язык при дворе сороковых годов было был французский театр была французская театральная труппа и она давала пиктакли на французском языке кроме того французский и другие языки использовались в масонских ложах на и уже в екатерининское время мы знаем довольно много в россии масонских лож в семьях тоже начинают говорить по-французски при петре первом был такой учебник поведения что ли юности честное зерцало вот юности честно зерцало рекомендовалось использовать иностранные языки не кстати не говорилось какие для того чтобы слуги вас не понимали а но тут вот интересно что в второй половине века вот эта причина она скорее всего была уже совершенно неважной то есть не ради слуг не ради того чтобы прятаться слуг чтобы скрывать что-то от слуг учили иностранные языки и учили французский французский учили конечно же для того чтобы чтобы показать что дворянин является дверь времени и это очень хорошо отражается в переписке французские в переписке мы встречаем довольно рано вообще считается что французский в россии стал распространяться где-то наверное в середине 18 века не раньше середины 18 века но если мы возьмем переписку дипломатов и вот в частности одного из известных русских дипломатов и также известного литератора князя антиоха кантемира то мы увидим что уже в 30-е годы он тридцатые годы представляет россию в лондоне а он использует очень часто в своей дипломатической переписке французский язык причем что за забавно и это так характерно кантемир очень хорошо знал итальянский язык но когда он в лондоне оказывается в обществе он начинает переписываться с некоторыми дипломатами в том числе с итальянскими дипломатами много было итальянских дипломатов тогда в европе которые представляли не только италию и удивительно он переписывается с ними на французском языке хотя вполне мог переписываться на итальянском почему он это делает он это делает потому что дипломат конечно же должен адаптироваться к тому обществу в котором он находится и к той публике с которой он общается и в этом обществе было принято писать на французском языке это был язык вежливого общества когда как тогда говорили язык воспитанного человека и с какими же формами общения ассоциировался французский ну кое-что я уже сказал но тут важно обратить внимание на формулы речи на выражение которые использовались переписки эти выражения передавали вежливый почтительный характер обращение того человека который писал а также передавали те чувства которые он выражал своему собеседнику своему адресату а будь то чувство дружбы или чувство любви если адресатом была женщина и конечно вы можете сказать что сегодня с нашей точки зрения но все это наверное можно выразить русским языком почему же они использовали французский когда они писали своим соотечественникам ну во первых тогда на тот период то есть на первую половину 18 века многие выражения вероятно еще отсутствовали в русском языке и в частности вот мы поговорим чуть позже о письмах к женщине о том как они говорили о любви и это интересно выражение связаны с вежливостью употреблялись в этой переписке их было очень много и эти выражения связаны с вежливостью или политез как они называли по-французски они были очень важны для для дворян и это очень хорошо передают письма к родителям вот один пример который хотелось бы привести это пример известной семьи голицыных она известна потому что голицыных было очень много в россии было много семей много кланов и в них очень легко запутаться но вот об этой семье знают почти все потому что наталья петровна голицына это прототип старой графини в пушкинской пиковой даме здесь я представил только трех членов этой семьи до наталья петровна ее муж и один из их сыновей вообще у них было четверо детей родители очень часто уезжали из дома они ездили по своим поместьям и оставляли своих детей в петербурге за детьми приглядывали гувернеры у них было были швейцарские гувернеры и дети писали письма родителям и писали письма уже в 8-10 лет на французском языке вот здесь есть пример одного письма который написан был не не тем молодым молодым человеком который вы видели этот молодой человек это борис голицын кстати известный как такой франкоязычный поэт потому что он писал поэзию на французском языке и публиковался даже во франции это письмо дмитрия голицына второго сына младшего брата бориса который станет после войны 12 года генерал-губернатором москвы и окраса при нем а москва будет возрождаться будет возрождаться после после пожара 12 года и вот маленький дмитрий голицын здесь пишет смотрите первое письмо это набросок его письма матери а второе письмо он пишет уже набило то есть само там само то что он пишет сначала черновик а потом переписывает это письмо уже показывает вам такое значение предавалось этой переписке и посмотрите какие слова использовались он начинает машер мама да моя дорогая мама я сделаю все возможно я перевожу вам если там очень мелко конечно но я переведу на русский язык я сделаю все возможное чтобы вам понравится и сдержу свое слово и так далее и так далее а а заключает он это это письмо замечательными словами я уверяю папа как они тогда называли папу в своем почтении я целую свою маленькую сестру свою сестричку и остаюсь с глубоким уважением дорогая мама вашим покорнейшим и послушнейшим слугою и сыном да вот эти вот слова которые конечно сегодня никто наверно не напишет в письме тогда они были совершенно понятны обычный для детей для дворян того времени и они очень хорошо мне кажется показывают как раз то что я только что пытался объяснить о вежливости о формах общения в этой в этой среде хорошо теперь давайте поговорим немного об отношениях к женщине я сказал что конечно же французский был также языком общения с женщиной но не со всякой женщины прежде всего с женщиной из дворянского общества и это было очень важно и тут я процитирую известного исследователя русского 18 века виктора мак марковича живого который как-то остроумно заметил что любовь появилась в россии довольно поздно ближе к концу 17 века и поначалу в сущности не имела голоса и слов способных ее выразить а вот а потом он добавлял поспешно что конечно же это не означает что русские жили как дикие звери что между ними не было любви это означает что не существовало культурной традиции любовных отношений и слов с ними связанных то есть очень важно конечно же в культурной традиции французской и общеевропейской было говорить определенные слова выражать словами любовные отношения вот этой традиции не было и таким образом французский был необходим для выражения любовных отношений для флирта для ухаживания за женщиной и конечно же частично это можно было бы связать с тем что может быть не доставало не было достаточно слов и действительно многие слова перейдут из французского в русский через переводы 18 веке но дело еще и в том что в общении с женщиной важны важны были определенные формы и правила поведения неприлично было обращаться к женщине в светском контексте на русском языке и вот как раз мы на это посмотрим значит что было прилично и что было неприлично существовали какие-то правила поведения языкового поведения если их можно так назвать в пушкинское время они уже хорошо сложились и что было неприлично пример обращаться к девушке незамужней она по-русски было совершенно неприлично фактически это могли расценивать как оскорбление это могло довести до дуэли и и даже обращаться к замужней женщине в светском контексте то есть допустим на балу все-таки было наверное предпочтительнее на французском языке они на русском но во многих случаях выбор языка не был таким жестким и возможность выбрать один из двух языков на которых могли тогда русские вести общение то есть русские либо французские она сама по себе конечно очень важна потому что если вы можете выбрать один из двух ну более-менее равнозначных языков что это означает это означает что вы этому выбору самому этому выбору придаете какое-то значение да вы говорите по-русски значит вы не говорите по французски это что-то значит или вы говорите по-французски значит вы не говорите по-русски и это опять же что-то означает. Например, в каких ситуациях было предпочтительнее говорить, использовать французский язык? Мы прежде всего, конечно же, знаем об использовании языков по переписке того времени, поэтому я скорее буду говорить о том, как писали, а не о том, как говорили, хотя кое-что о том, как говорили, мы тоже можем сказать на основе переписки, мемуаров и так далее. Ну, вот я сказал обращение, конечно, мужчины к женщине, обращение к родителям. Это было довольно важно. Если родственники были старше, к родителям обращались тоже очень часто по-французски. Не всегда так было, опять же, но это было предпочтительнее. По-русски вы видите к близким друзьям, было лучше обращаться по-русски к близким друзьям. Почему? Почему не по-французски, почему по-русски. И, кстати, в какой-то степени это также распространяется на обращение к начальству. И то, и другое надо рассматривать, опять же, как антитезу французскому, как светскому языку. Если по-французски привычно говорить на светских каких-то собраниях, на балу, например, на балу, как говорят по-французски, что говорят по-французски? Говорят, на самом деле, на легкие темы. Говорят, обычно по-французски принято, в том же самом салоне было говорить не очень глубокомысленно, то есть не принято было быть педантом. Важно было вот вести то, что называется сегодня по-английски small talk, наверное, вы знаете такое выражение. Вот это вот традиционное использование французского языка в светском контексте. Конечно же, обращение к близким друзьям для этого французский не подходил, потому что здесь нужна была большая откровенность. И таким образом русский становился языком близости, вот такой откровенности, в то время как французский более таким поверхностным светским языком. Обращение к начальству. Опять же, если французский это светский язык, то, конечно, к начальству вы не можете писать по-французски. Таким образом, если вы пишете на своем начальнику по-французски, это означает, что вы обращаетесь к нему как к кому-то, кто забежал на бал, да? Совершенно нет, да? Как бы вы должны показать, что вы подчиненный, у вас есть начальник. Иначе вы ставите себя на один уровень с начальником. Французский язык, кстати, он выражал во многом равенство людей, то есть какое-то, пусть условное, но тем не менее равенство. Естественно, начальнику показывать равенство было не очень хорошо. И, кстати, мы увидим потом, когда будем говорить о Пушкине, что Пушкин нарушал иногда это правило. И объясним также, почему. Часто русские переходили с одного языка на другой и переходили прямо в письме. Но это вам, наверное, известно. Даже в «Войне и мира» вы часто видите, да, перескакивают они с одного языка на другой, вставляют какие-то словечки французские, когда говорят по-русски. Это было общепринято. Почему они это делали? Ну, во-первых, например, один такой пример, опять же, из «Войны и мира». Вы, может быть, помните, как Безухова зовут в «Войне и мира»? Пьер. Пьер. А почему Пьер? На самом деле Петр, да? Свои имена дворяне того времени переделывали на французский лад. Очень часто назывались такими французскими именами. Но они не переделывали слова, имена крестьян, там, своих слуг и так далее. Соответственно, когда они говорили о крестьянах, вообще о людях не своего круга, они вставляли их имена прямо так. И это видно в переписке. Они пишут по-французски, потом они пишут там Палаша, и они часто пишут это даже кириллицей. Не латиницей, а кириллицей. Есть более курьезные случаи. Вот посмотрите, это вот случай из жизни Екатерины Дашковой. Она в одном своем письме пишет «Прежде чем я лягу спать, avant de me coucher avec des tarracanes». «Прежде чем я лягу спать с тараканами». И вот еще одна замечательная фраза «Simon exil doit dure, envoyer, moi je vous prie, décement ça». Огурцов, моркови, гороху и так далее. Она просит послать ей, и потом пишет по-русски, что ей нужно послать. Тут вы мне спросите, конечно, но первое впечатление, которое можно составить, это она не знает, как по-французски сказать «тараканы». Даже не знает, как сказать «огурцы» и «морковь» тоже. Чему она училась? Двоечница. Но на самом деле это не совсем так. Почему, вы думаете, она не говорит, не пишет «кафар», «тараканы» по-французски? Почему она не называет по-французски «огурцы», «морковь» и так далее? «Утонченно». Ну, вы думаете, если бы она по-французски написала «конкомбра», это было бы утонченно, да? Нет, не совсем, я думаю, в этом причина. «Приземлённость сюжета». «Приземлённость сюжета». «Приземлённость сюжета». Ну, тоже нет, потому что они говорили о некоторых приземлённых вещах по-французски. Например, они обожали писать о своих болезнях по-французски, да, с множеством подробностей, и делали это по-французски. Нет, я думаю... Она пишет... Можно как акцентируйте внимательно. На чём? На тараканах? Я думаю, просто дело в том, что она пишет об огурцах, моркови, которые растут вот там вот в России, и о тараканах тоже русских. И если бы она написала «кофар», для неё бы это были французские тараканы, а не русские. Вот вы, может быть, смеётесь, но в этом есть доля правды. И то же самое было бы с огурцами. То есть в её сознании тараканы, как она их знает, они называются тараканами. Конечно же, во Франции тоже были тараканы, естественно. Если бы она писала «кофар», она бы писала о французских тараканах. Вот. И это, конечно же, очень-очень важно. Ну, есть много других забавных случаев, но я не буду об этом сейчас говорить. Так вот, неужто в русском дворянском обществе русский язык важен был для того, чтобы говорить о тараканах, об огурцах, о капусте? Конечно же, не только для этого он был важен. Мы говорили уже о том, что важен для общения с друзьями, для того, чтобы писать начальству. Но были очень интересные исключения. Вот Михаил Щербатов – это известный историограф русский 18 века. Он почти никогда не писал по-французски, хотя французским он прекрасно владел. И есть его переписка, она была издана. И мы видим, что и своим родственникам он пишет по-русски, и друзьям он пишет по-русски, и людям своего общества он пишет по-русски. У него встречаются только два отклонения от этого правила. Во-первых, он писал по-французски иностранцам, даже если они жили в России и знали русский язык. Но это было правило этикета того времени. Иностранцу нужно было писать на как бы лингва франка, на французском языке. А второе исключение, оно чрезвычайно интересно. Он написал пару писем своему сыну по-французски, когда сын учился в Кёнигсбергском университете, и остальная его переписка с сыном на русском языке. И в этих двух письмах он дает ему советы, такие жизненные советы, что учить, как учить, почему надо учить, допустим, языки и так далее. И это не случайно. Вот такие вот наставления делались зачастую в этом обществе, делались на французском языке. И мы увидим позже, что то же самое делает и Пушкин. Я расскажу об этом. Хорошо, ну вот мы говорили с вами о примере князей Голицыных. Другой пример, пример князей графов Строгановых. Эти примеры как будто бы нам показывают, что русские дворяне, во всяком случае высшее дворянство, мало использовало русский язык, что в основном они общались по-французски. Если мы возьмем огромный архив князей Голицыных, о которых я говорил, он находится здесь, в Москве, в Российской государственной библиотеке. Это очень большой архив. Называется он Веземы по имени поместья Голицыных. И в этом архиве, если мы посмотрим на их переписку, я читал их переписку, мы увидим, что практически нет писем, написанных по-русски. Во всяком случае, писем, которые родители пишут своим детям, дети пишут своим родителям, Наталья Петровна пишет своей сестре и так далее, и так далее, они все пишут по-французски. Интересно то, что... Почему, кстати, у нас есть эта переписка? Да, дети прожили несколько лет за границей. Братья Голицыны, дети Натальи Петровны, они провели в общей сложности около 10 лет во Франции. Они там учились и, естественно, переписывались со своими родителями. Так вот, эти письма показывают, что несмотря на то, что они пишут по-французски, все время, без конца, они чувствуют себя русскими людьми. То есть, для них это была абсолютно не проблема. Они не соотносили вот этот факт использования французского языка со своей национальной принадлежностью. Для нас это может быть немножко парадоксально, да, если ты не используешь родной язык, при том, что тебе ничто вроде бы не запрещает его использовать, но при этом как бы ты вроде бы тем самым становишься немного французом. Для них это вещи были совершенно раздельные. Использование языка они соотносили прежде всего со своим высоким дворянским статусом и оставались русскими людьми, позиционировали себя как русские люди и как православные. И вот в семье графа Строгановых мы видим другой такой пример, очень тоже в этом отношении интересный. Кстати, интересно, можно проследить саму историю проникновения французского языка в это дворянское общество. Вот если мы возьмем поколение отца Александра Сергеевича Строгана, вот тот, который слева, да, Александр Сергеевич Строганов очень известный человек, он это меценат, который, на деньги которого был построен Казанский собор в Петербурге, он был президентом Академии художества, очень был важным и уважаемым человеком при русском дворе. Вот когда он учился в Швейцарии, он переписывался со своим отцом, это середина 18 века, и понятно, что отец его не знает французского языка, поэтому он пишет ему по-русски. После этого он провел много лет во Франции, и во Франции родился его сын, вот Павел Строганов, которого здесь вы видите, и сын был фактически воспитан во французском языке. Интересно, что потом они приезжают в Россию, и сына начинает воспитывать французский гувернер, известный, кстати, очень человек Жильбер Ром, это один из будущих революционеров, тот, который изобрел революционный календарь, наверное, вы знаете, это календарь, да, со странными названиями, вот это он как раз изобретатель календаря. Так вот, Жильбер Ром удивительным образом советует отцу учить его сына русскому языку. И действительно, Павло учит русскому языку, а также он путешествует с ним повсюду в России с тем, чтобы показать ему его родину. То есть вы видите, что есть уже такая идея, что нужно, чтобы потомок такого рода владел русским языком, и чтобы он знал свою страну. Впоследствии Павел Строганов, вот он здесь представлен, он женится на Софье Голицыной. Софья Голицына – это дочь той самой Натальи Петровны Голицыной. Видите, как соединились две семьи. Софья Голицына, как и Павел, была полностью офранцуженная молодая девушка, молодая барышня. И она очень хорошо писала по-французски, и они переписываются по-французски друг с другом. И по-французски они переписываются с детьми своими. И один из их сыновей, вот здесь вы его видите, Александр Строганов, он получил тоже французское воспитание, но при этом он изучал русскую литературу и русский язык. И вот здесь я поместил отрывок из одного произведения, которое он читал, когда он был маленьким, это до войны 12-го года, и вы посмотрите, какие слова. «Россия не в Москве среди сынов она, которых верна грудь, любовью к ней полна, и гордое чело под иго преклоняет, но прямо русской тот, кто из дальнейших стран спешит под царский стяг, в наш ротоборный стан, столица, сон бояр, не в граде сём мятежном, на ратном поле, там, где рос или победит, или славный смертью жизнь позорну заменит». Конечно же, не случайно он читает эти строки, он читает много других вещей, он читает речь, которую Петр I будто бы произнес перед русскими войсками, перед Полтавским сражением. Он читает также, он пишет сочинения на тему отчизна, он посылает отцу, вот здесь вот вы видите, его уже повзрослел, посылает отцу такие поздравления на его именины, и смотрите, как заканчивается это поздравление. «Отсутствие ваше хоть много уменьшает радость нашу, однако ж, единая мысль, что вы отлучились от нас для защиты Отечества, а тогда шла война с Наполеоном, наполняет сердца наши утешением, ибо только с блаженством Отечества блаженствовать могут и верные сыны его». То есть вы видите, да, молодой человек, конечно же, патриот своей страны и хорошо пишет на русском языке, но интересно то, что с родителями он продолжает переписываться по-французски, а не по-русски. Вот это один из парадоксов того времени. Давайте теперь перейдем к Пушкину. Мы посмотрели, каким образом дворяне использовали в высшем обществе прежде всего, потому что все эти семьи, Голицыны, Строгановы, принадлежат к высшему обществу, как они использовали французский. Посмотрим, как это делали Пушкины. Я сначала представлю вам семью. Вот вы видите отец и мать Пушкина, Сергей Львович и Надежда Осиповна, и его брат Лев и сестра Ольга. Своим родителям Пушкин писал, как правило, по-французски. Опять же, вы помните, да, это правило, чтобы родителям хорошо писать по-французски. Брату Льву, который здесь представлен таким рисунком, он писал обычно по-русски, до того, как их отношения несколько испортились в 30-х годах. У них были финансовые проблемы, и из-за финансовых вопросов отношения их несколько испортились. Но есть интересное письмо 1822 года, в котором он дает брату жизненные профессиональные советы, и это письмо он пишет тоже по-французски. Вот такое исключение. Все остальные письма этого времени написаны по-русски. Я опять же напоминаю вам, что Щербатов сделал то же самое, когда писал, когда давал советы своему сыну. Я думаю, что Пушкин делает это по-французски, потому что такое письмо звучало более формально, официально, и это важно было для того, чтобы дать младшему брату, а это младший его брат, какие-то советы на жизнь. Похоже, что Лев пытался ему иногда отвечать по-французски, а Пушкин его просил писать по-русски. И вот он пишет ему из Кишинева в 1821 году, «Пиши мне по-русски, потому что с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку». Вы знаете, наверное, что он общался в кругу будущих декабристов, и многие из них были тоже дворяне и общались на французском языке. Женщинам он писал в основном по-французски, и вот посмотрите, здесь интересный пример его общения с сестрой. Это отрывок, я поместил намеренно небольшой отрывок по-русски, это окончание его письма к брату Льву, а после этого он делает приписку сестре. И вы видите, что сестре он пишет по-французски, хотя брату писал по-русски. Это само по себе, конечно, показывает, да, именно французский является даже в кругу семьи главным языком общения с женщиной. Ну, опять же, почему? Потому что французский, наверное, был таким светским языком. И, кстати, в этом отношении есть такой анекдот, который показывает, что в светском общении, конечно же, Пушкин использовал для женщин, в общении с женщиной, французский язык. Его однажды спросили на балу, умна ли барышня, с которой он общался. А он, не желая сострить, он отвечал, не знаю, ведь я с ней говорил по-французски. Опять же, вот потому, что по-французски не нужно было никакого глубокомыслия, можно было говорить просто о каких-то поверхностных вещах. своей будущей супруге Наталье Николаевне он тоже писал по-французски до того, как они поженились. Но есть один интересный пример, одно всего лишь письмо, которое сохранилось, которое он пишет ей по-русски, когда он был в Болдино. И вы помните, что ему пришлось остаться некоторое время. И, вероятно, Наталье Николаевне ему не писала. И тогда он ей пишет по-русски «Милостивая государиня, Наталья Николаевна, я по-французски брониться не умею, так позвольте мне вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте». И очень интересно то, что можно было одному и тому же человеку писать иногда ты, а иногда вы, в зависимости от того, на каком языке шла переписка. Ну вот, смотрите, письма брату, да, он пишет ему сначала на вы, это как раз из того письма, где он давал ему наставление. «Никогда не принимайте благодеяние, благодеяние чаще всего является коварством, никакого покровительства, поскольку оно порабощает и унижает». Чувствуете такие моральные сентенции а-ля Рушфуко? А вот его фраза из русского письма. «Если бы ты был у меня под рукой, моя прелесть, то я бы тебе уши выдрал. Зачем ты показал плетневое письмо мое?» «Никогда не подумайте, что это написано одному и тому же человеку». И, конечно же, по-французски, как я сказал, он общался со многими женщинами, и он им писал, естественно, вы, то есть вы, а не ты. Ну вот здесь несколько примеров, опять же, из его писем сестре. Ну, первое письмо вы видите, наверное, те, кто знает французский язык, что оно все написано на вы, вы, а вот второй отрывок, вот он интересный. Дело в том, что, опять же, он сначала писал брату, потом по инерции он начал писать сестре, и по инерции брату он писал по-русски. Он продолжает писать по-русски сначала. «Милая Оля, благодарю за письмо. Ты очень милая, я тебя очень люблю, хоть этому ты и не веришь». Потом вдруг он спохватился. Боже мой, надо же по-французски было писать. И он переходит на французский, и, смотрите, автоматически переходит на вы. «Если то, что вы говорите касательно завещания Анны Львовны, правда», и так далее, и так далее. Но, в отличие от аристократов, для которых французский был часто главным языком общения с друзьями, то есть не только в кругу семьи, но и с друзьями, Пушкин друзьям обычно писал по-русски. Причем он писал по-русски даже тем друзьям, которые великолепно владели французским языком. Например, Вяземскому он писал по-русски, хотя Вяземский прекрасно писал по-французски. Ну, причина, конечно же, опять в ощущении русского как более доверительного языка, то есть языка, на котором можно было говорить откровенно с собеседником. Но для Пушкина, конечно же, писание по-русски – это было и способ попробовать свое перо. Он ощущал себя, безусловно, русским, а не французским писателем, и письма он расценивал как своего рода литературное произведение. И недаром, нередко он писал сначала начерно, сначала писал в черновике, а уже потом переписывал. Но были, конечно же, исключения. Вот таким исключением, например, был Николай Раевский. Раевскому он всегда писал по-французски, вероятно, потому что Раевский предпочитал переписку по-французски. Также по-французски он переписывался с Чаодаевым. Во всяком случае, он писал ему также и по-русски, но Чаодаев его просил писать по-русски. Пушкин ему пишет по-французски и объясняет свой выбор языка. Он его пишет, «Мой друг, я буду говорить с вами на языке Европы». Предметом их бесед, их обсуждений были историасовские вопросы. Вопросы судеб цивилизации. И, конечно же, для таких тем более приемлемым был французский язык в то время, а не русский. Ну, конечно же, само вот это вот ощущение французского как более светского, а русского как более откровенного, оно, можно сказать, достаточно субъективно. И существовало множество причин предпочесть один язык или другой. В некоторых ситуациях мы вообще не знаем и не можем объяснить, почему человек выбрал один язык, а не другой. Это сложно сделать. И возможно, что у полностью двуязычных людей, ну, Пушкин был, безусловно, полностью двуязычным человеком, это происходило автоматически иногда. И иногда они не отдавали себе отчета, почему они пишут на одном языке, и почему на другом. Хотя, как я сказал, были все-таки неизыблемые правила. Ну, вот, кстати, о начальстве. Да, я сказал, что Пушкин иногда отходил от этого правила писать начальникам по-русски, а не по-французски. Ну, начальством в его случае служили, допустим, там генерал Инзов, который присматривал за ним, когда он был в ссылке. Он писал ему, кстати, по-французски. Ну, может быть, в том числе и потому, что достаточно близко его знал, хорошо знал. Интересно то, что он писал по-французски некоторым из императоров. И Александру Первому он писал, но Александру Первому для него этого не была проблема. Александр Первый сам писал очень много по-французски и, похоже, не обижался на то, что ему писали по-французски. А вот Николай Первый обижался. Николай Первый считал, что это дерзость, если ему писали его подданные по-французски. И Пушкин иногда это делал. Он это делал почему? Ну, вот если смотришь на его письма, понимаешь, что он пишет по-французски тогда, когда он чувствует себя виноватым. То есть ему нужно, как бы, объяснить свою позицию. И, конечно же, чтобы это не выглядело слишком так, как по-школяски, что ученик объясняет свою ошибку своему учителю, он предпочитает это делать по-французски. Французский, как светский язык, позволяет это делать почти что на равных. И, может быть, это было легче сделать по-французски, чем по-русски. И мы говорили о переходе с одного языка на другой, когда писали в одном письме, в то время считалось не очень красиво перескакивать с одного языка на другой. И Пушкин, кстати, своего брата однажды отчитывал в письме 1822 года. Он ему пишет «Как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо? Ты не московская кузина». Московская кузина – это значит, ну, провинциальная какая-то родственница, которая выучила несколько слов по-французски, и вот она их вставляет в русское письмо. Значит, ты не московская кузина. Ну, сам Пушкин действительно, если вы посмотрите его переписку, а вся сохранившаяся переписка Пушкина была издана, он старается не перескакивать с одного языка на другое. Либо он пишет по-французски, либо он пишет по-русски. Вот. Но иногда, и это интересно, он все-таки мешает языке. И вот в таких записях, которые сделаны для него самого, мы видим сплошную языковую чехарду. Вот здесь я перевел в квадратных скобках то, что написано по-французски. Это план романа «Русский пилам». Не написано. История Федора Орлова. «Анелегант», «Анзавадовский», «Мовесюжет», «Демитрес», «Дедет». Вы видите перевод на русский. Он влюбляется в бедную светскую девушку, увозит ее. Первые года роскошные, впадает в бедность, «Шерш де дистракцион», «Шерепсе премьер митрес», и так далее, и так далее. Или вот еще примеры. Посмотрите. А оттуда же. История Пилымова. Он знакомится с Орловым. «До ла мовесе социетей». Заметки о романах Вальтера Скотта. То же самое мы видим использование французских слов. И вот совсем замечательно. Он пишет о книге Муравьева. Посмотрите. «Отраверса», то есть пересекаем или пересекают Грецию. Грецию он почему-то пишет по-русски. «Преокюпей», поглощенные. И дальше. «Одной великую мыслью». То есть сплошная через полосица языковая. Ну, конечно же. Почему, кстати, это делает Пушкин? Да, вот здесь мы можем задаться этим вопросом. Понятно, что в некоторых случаях он это делает потому, что ему нужно слово по-русски не приходит в голову сразу же. И поскольку он пишет для себя, то это как поток сознания. Он выплескивает на бумагу то, что ему первое пришло в голову. В некоторых случаях... Да, он мыслит, естественно, на двух языках. И в некоторых случаях мы знаем, что даже слов таких, возможно, на русском языке не было. Или это касалось, могло касаться, допустим, каких-то политических понятий, каких-то абстрактных понятий. А ему они приходят прежде всего по-французски, он записывает их по-французски. И он, кстати, об этом... Есть такая вот... Есть замечательные слова об этом в Евгении Онегине. Он говорит о Татьяне на балу. Она казалась верной снимок дю комильфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Действительно, да, комильфо говорили, кстати, до сих пор еще говорят по-русски комильфо. И в письме Вяземскому в 1825 году он отмечает, «Русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского, ясного, точного языка прозы, то есть языка мыслей». Ну, очевидно, что не все случаи объясняются этим, тем, что, может быть, не было эквивалентов, или что они приходят Пушкину первыми. Ну, очевидно, что он просто был вуязычным человеком. Действительно, он мыслил на двух языках одновременно. И он пишет в одном письме Вяземску о своем предпочтении французского языка в некоторых контекстах. Он пишет его, что французский – это язык деловой, и мне более по перу. То есть некоторые темы, в частности, темы денежные, темы, которые касались, может быть, еще каких-то вопросов, он предпочитает на эти темы писать по-французски. Ну, давайте, наверное, подведем итоги. Здесь вот такие предварительные итоги того, что я хотел рассказать сегодня. Во-первых, мы можем с некоторой долей уверенности сказать, что, и это, возможно, прозвучит немножко парадоксально, неожиданно, что французский язык в России той эпохи – это, конечно же, не иностранный язык. Для русского дворянского общества это был второй родной язык. Они изучали его в детстве с гувернерами, они общались со своими родителями по-французски. То есть для них, конечно же, это были два равнозначных языка. И это важно, потому что они не воспринимали его как иностранный. И именно поэтому они никак не соотносили говорение, использование французского языка с Францией. То есть говорить по-французски совсем не означало быть подданным Франции и становиться иноагентом. Конечно, в их сознании это был прежде всего язык дворянский. Французский и русский использовались, как мы сказали, в разных ситуациях. И вы уже поняли, да, французский прежде всего светский контекст, русские – откровенные письма, письма начальству. Мы будем говорить еще о французском, использовании французского языка в дипломатии. Это будет последняя лекция этого цикла. Там тоже очень много интересного. Вы знаете, что в дипломатии, конечно же, французский использовался очень широко. Надо также сказать, что дворянство, высшее российское дворянство, хотя говорило, писало по-французски, но чувствовало себя русским. И мы показали это на примере и Голицыных, и Строгановых. То есть тот факт, что они использовали французский, никак не означает, что они были космополитами. И у нас есть примеры, которые показывают наоборот, что многие из них были такими яркими патриотами. Конечно же, такое широкое использование французского вызывало в обществе, в недворянском обществе, некоторое смущение и даже возмущение, как мы это видели. И в этом смысле именно поэтому дворян обвиняли в космополитизме, будут обвинять в этом. Но я думаю, что показал вам достаточно, что на самом деле это было не совсем так. Французский язык, как я сказал, ассоциировался не с Францией, а с хорошим воспитанным обществом. Но и русский, конечно же, имел в этом обществе свои права. И какие права мы это уже сказали. Значит, что можно сказать о Пушкине? Ну, вы видите, что если мы сравниваем Пушкина с другими дворянами этого времени, то мы можем сказать, что это человек своей эпохи. Это человек, который прекрасно знает французский язык. Это человек, который, наверное, во многом думает и по-русски, и по-французски. Во всяком случае, он легко переходит с одного языка на другой. Это человек также своей эпохи, потому что он прекрасно понимает, когда можно использовать один язык и нельзя использовать другой. И он эти правила, как правило, он соблюдает эти правила и запреты. Но что важно еще о Пушкине сказать? Пушкин не принадлежит к высшему дворянству. Это небогатое дворянство. И я думаю, что тот факт, что именно в такой семье небогатого дворянства появился великий русский поэт, это факт не случайный. В этом кругу французские тоже знали и его использовали. И в этом смысле, конечно же, французский для Пушкина стал тем каналом, через который он смог приобщиться, конечно же, к французской литературе, но также шире к европейской словесности вообще. Но одновременно в этом социальном слое, в этом кругу, русский имел гораздо больше прав, чем, наверное, в кругах высшего дворянства. И использовался тоже больше. И именно в этом смысле мы можем сказать, что логично, что именно из такой семьи и вышел великий русский поэт. Наверное, именно это создало ту фертильную почву, на которой смог вырасти гений Пушкина. Я на этом, наверное, закончу свою лекцию. Большое спасибо. Если у вас есть вопросы, я, конечно же, буду рад на них ответить. И я вижу уже первый вопрос. Меня, в принципе, интересует вопрос об уровне владения французским языком, реальный у русских дворян. И я знаю, например, на ситуацию с Достоевским. То есть Достоевский получил довольно хорошее образование. Он учился сначала в французском пансионе в Москве, потом в инженерном корпусе. И после этого в начале 40-х годов он переводил французские романы, в частности, романы Бальзака. И если посмотреть на этот перевод, я читал исследование, как раз посвященное этому вопросу, то можно увидеть, что перевод, он, в принципе, довольно хороший, но при этом он не идеальный. То есть это связано и как с личностью Достоевского, ну, как художника, но и с, так скажем, с уровнем владения языком. При этом надо еще учитывать, что доступ к словарям тоже был у Достоевского ограничен в тот период. Хотя словари, конечно, на тот период уже были разнообразные, их было много. Ну, возможно, это еще связано с его финансовой ситуацией. А во времена Интёха Кантемира не было словарей, действительно, русско-французских. А вот уж во времена Достоевского были самые разнообразные языковые словари. Вот. И если вот еще вспомнить его воспоминания, собственно говоря, об учебе в инженерном корпусе, то, так скажем, те дворянские дети, которые там учились, они не были особо мотивированы как бы учиться. То есть как бы они не особо... То есть это было такое престижное заведение для детей и богатых родителей, по сути, куда Достоевский сам попал только потому, что его родственники там профинансировали это. И вот исходя даже вот из этого социального среза, ну, можно сказать, что вряд ли они все, ну, как-то хорошо вводили... Смотрите, я могу на этот вопрос ответить так. Понятно, что когда я рассказывал сегодня об использовании французского русским дворянством, то вы заметили, наверное, значительная часть примеров, это были семьи высшего дворянства. Почему? Потому что прежде всего у нас есть источники. Мы знаем много об этих семьях, архивы их сохранились. Архивы мелкопоместных, бедных дворянских семей зачастую не сохранились. И из того, что мы можем знать по каким-то обрывочным сведениям, мы видим, что, возможно, в некоторых семьях не владели иностранными языками совсем или владели очень несовершенно. Тут, конечно, нужно сделать небольшую корректировку как раз относительно школ дворянских. Потому что дворянские школы, допустим, кадетский корпус, если мы возьмем, он изначально создавался именно для детей бедного дворянства, а не богатого. Туда, правда, стали поступать и богатые дворяне тоже. Но причина его, как бы основное его предназначение это дать хорошее образование тем дворянским детям, которые в своих семьях не могли получить хорошее образование. Соответственно, те дворяне из бедного, из семьи бедного дворянства, которые прошли через кадетский корпус и аналогичные школы, они выучили хорошо иностранные языки, в частности, французские, немецкие, если мы говорим о 18 веке. И мы знаем, у нас просто есть источники, они показывают, что они очень хорошо владели этими языками. Те же, которые не попали, а, конечно же, таких школ было недостаточно на всю большую империю, и многие дворяне не попадали туда, и те, кто не попали в эти школы и по своим семейным обстоятельствам не могли получить хорошего образования, они оказались вот вне этих возможностей. И, как правило, не имели денег, не имели возможности выучить хорошо французский и немецкий язык. И это, конечно же, отражалось также на их карьерных возможностях. Это мы тоже знаем, что в карьерные возможности они частично зависели и от знания иностранных языков. Вот конкретно случай Достоевского я не буду комментировать, это уже не совсем моя эпоха, не моя специальность, но это правда, что люди знания языков в высшем и среднем дворянстве отличалось очень существенно от знания языков мелкопоместном дворянстве. Что это, в общем, естественное обстоятельство. Во-первых, большое вам спасибо за очень интеллигентно поданный рассказ о языках. Очень интересно. Но я хотел задать следующего толка вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вообще, я бы сказал, в российской жизни, даже раньше, я еще при СССР жил, соответственно, в жизни СССР, так мало, недостаточно, может быть, мое субъективное такое мнение, вы поспорите, внимание уделяется экономической стороне любого вопроса. Ведь язык – это экономическая одновременно составляющая. Так же, как любое государство, это, ну, три основополагающие вещи. Это язык, это общая экономика и общая география. Вот эти все вещи, на самом деле, и диктуют развитие или, наоборот, как бы уменьшение значения того или иного языка. Так, например, сегодня, как бы прекрасно в наших сегодняшних условиях, какие бы прекрасные возможности мы не имели бы совершенствовать наш великий, и уже доказано, что могучий русский язык, мы обязательно сегодня, если хотим иметь будущее, для своих детей, для себя, начнем с себя, конечно, потом для детей мы должны учить английский язык в обязательном порядке. При том, что неплохо, конечно, и французский знать, и итальянский, как дворянец, как говорится, четыре языка. Экономическая составляющая. Скажите, пожалуйста, можно вот, упираясь вот в экономическую составляющую, какую-то лекцию прочесть, потому что так получается, ну, вот Пушкин, а вот он так сделал, там, Сидоров сделал, и так далее. Это все уже субъективная ситуация. А общее в чем? Ну, извините, что долго. Нет, я понял вашу мысль, чтобы я смог ответить вам на ваш вопрос. Если мы говорим о ситуации той эпохи, то я не думаю, что чисто материальные, экономические обстоятельства были определяющими в выборе языка, во всяком случае, в выборе дворянского языка. Безусловно, если мы возьмем 17 век, именно в 17 веке французский становится по всей Европе языком дворянства. Во всех Европе, практически все европейские дворы так или иначе используют французский язык. В разных формах, я, допустим, говорил о театре, появляются французские трупы повсюду в Европе. Это происходит безусловно еще и потому, что Франция на тот период экономически очень сильная страна. Это, можно сказать, первая мощная держава Европы. Но французский начинают использовать все-таки, я думаю, не по этой причине, а потому, что Франция становится законодательницей мод в некоторых областях, связанных именно с дворянским общежитием, если их можно так назвать, которые описаны, как я сказал, в трактатах, которые можно было наблюдать, если ездили дворяне во Францию. Это все можно было видеть. То есть формы, в которых они жили. Это было чрезвычайно важно. И, кстати, если даже говорить о сегодняшнем времени, ну, конечно, да, говорят, что да, безусловно, вот Америка – это первая держава, поэтому мы изучаем английский язык. Ну, вот, насколько я знаю, есть экономисты, которые показывают, что показывают важность идей, а не денег, в выборе тех или иных культурных ценностей. Что мы руководствуемся далеко не только и не столько денежными экономическими обстоятельствами, сколько определенными идеями. И очень часто идеи становятся как раз как бы производителем новых материальных ценностей. Понимаете, о чем я говорю? То есть это даже для сегодняшнего времени, я думаю, спорный вопрос, что все определяет непременно экономика. А для того времени, если мы говорим о языках, я думаю, вот символические какие-то вещи были чрезвычайно важны. И эти символические вещи я пытался сегодня как раз и описать. Другое дело, что экономика была важна, безусловно, в том отношении, что семья, которая не имела достатка, она не могла получить доступ к этому символическому багажу. То есть семья, у которой было 100 крепостных, на ту эпоху считается, что это 100 крепостных, это мелкое поместье, это достаточно небогатая дворянская семья, такая семья не могла своими силами дать хорошее образование своим детям и научить своих детей иностранным языкам. Для них единственный путь, как я сказал, было отправить их в какую-то государственную школу, дворянскую школу, в кадетский корпус, в частности. Вот. То есть, конечно же, экономические причины играли свою роль в этом обществе тоже, в том числе для дворян, потому что не все, безусловно, дворяне могли получить доступ к этому культурному капиталу. Так что это было тоже важно. Знаете, вот хотел уточнить, просто вот, насколько я знаю, ну, тоже там, небольшой специалист в этом вопросе, но в конце 18 века, там, и в начале, соответственно, 19-го поток французов в России был неоднороден. То есть, соответственно, французы были и бедные, и богатые, и, соответственно, гувернеры, которые попадали в семьи, они тоже были разные. Конечно. То есть были, с одной стороны, там, и дворяне, там, особенно после революции, да? И, с другой стороны, были там солдаты наполеоновской армии, которые оставались там в России. Вот была ли сегрегация не только по уровню знаний, но и по, скажем так, тому языку, на котором говорило дворянство. Ну, не то, что сегрегация, сегрегация, наверное, плохое слово, да? Ну, то есть вот различие в переписке. Я понимаю, да. Я понял вас. Дело в том, что, опять же, нас это приводит к вопросу об источниках и вопросу о том, что мы знаем о практике языковой, дворяна этого времени. Как я сказал, прежде всего, источники, которые мы располагаем, это источники из этих крупных, богатых дворянских семей. Гагарины, Волконские. Конечно же, ну, там не только, там можно назвать и круг, не самый, может быть, высокий, допустим, Пушкинский круг, круг декабристов, среди которых, там, все декабристы владели французским языком. Некоторые из них даже пытались на французском языке давать показания, когда потом шло следствие по делу о декабристах. Конечно же, вот об этом слое мы можем сказать довольно много. Если мы посмотрим, кто обучал их французскому языку, то зачастую мы увидим, что семьи старались подбирать хороших гувернеров. Хороших, что означало хороших? Во-первых, конечно же носителей языка. То есть на тот период это было очень важно, чтобы человек был носителем языка. Почему? Потому что дворянин должен был отличаться не только качеством своего языка, то есть правильной грамматикой, хорошим словарным запасом, но также хорошим произношением. Это должен быть естественный язык. Кстати, Достоевский нам говорит плохо произносили, но это пусть остается на совести Достоевского. Мы мало можем сказать, что о тех семьях небогатых, которых, ну, не самых бедных, которые были гувернеры. Такие тоже были. Эти семьи, конечно же, получали гувернеров, как вы сказали. Это солдаты были, могли быть, на полеволской армии. Это были какие-то заезжие авантюристы. Эмигрантов было очень много. То есть эмигранты все они в каком-то смысле эмигранты. И до революции, до французской революции, ну, я имею в виду французскую революцию 1789 года, было во Франции много, в России много эмигрантов, достаточно много. Они были самые разные. Там были не только политические эмигранты, там были, там могли быть какие-то ремесленники, там могли быть торговцы. Некоторые из них, когда они попадали в трудную ситуацию, они за ним начинали заниматься преподаванием языка. Вот. Как они преподавали, по-разному, очевидно. Но если мы возьмем вот самые богатые семьи, то мы видим, что они очень часто долго подбирали гувернеров. Это был человек, должен был быть человек, который не только хорошо говорил на своем языке, и это они могли проверить через ту же самую переписку, как он владеет пером. Но это должен был быть человек, который был способен преподавать разные предметы. Потому что зачастую гувернер преподавал. Он как бы не только общался с учеником, но там ряд предметов, литература, история, география преподавались на французском языке теми же самыми гувернерами. Конечно, эти гувернеры, хорошие гувернеры, должны были все это знать. Если мы посмотрим на гувернеров, ну, не знаю, Воронцовых, того же самого Жильбера Рома, это были люди высокого интеллектуального уровня, помимо того, что французский был их родным языком. То есть, конечно же, были градации, безусловно. Но зачастую в источниках мы эти градации не очень увидим. Но мы увидим, что да, есть все-таки некоторые источники, которые показывают, что провинциальные дворяне зачастую знали некоторые выражения. Начинали, допустим, письмо с Машер Мамо, потом письмо писалось по-русски и заключалось тоже какой-нибудь французской фразой. Таким образом, они показывали, что они каким-то образом приобщились к французскому языку, но очевидно, что все письмо по-французски написать они не могли. И у меня еще один вопрос по поводу вы говорили о равноценности французского и русского, да? Но в том же романе Евгений Анин есть такая, да, знаменитая фраза, она по-русски плохо знала. То есть, все-таки приоритет был за французским в этой дворянской семье, да, а не вот Москву, от которой принадлежала Татьяна в этом случае. Ну, приоритет, безусловно, был во французском, опять же, во многих дворянских семьях, поскольку это был важнейший для них язык общения публичного. В этом отношении, безусловно, да, нужно было непременно, во всяком случае, девушек, нужно было непременно научить французскому языку, даже в большей степени, может быть, чем мальчиков, потому что девушка из дворянской семьи появится на светском собрании на балу, она не могла, не зная французского языка. Это была, в общем, невозможная вещь. Поэтому в этом отношении, да, это было очень важно. Пушкин, кстати, в этой знаменитой цитате о том, что Татьяна по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Поэтому письмо она пишет по-французски. Он, кстати, этой фразой навел многих историков на ту мысль, что русские дворянские женщины, женщины из дворянских семей не знали русского языка или плохо знали русский язык. Это, кстати, очень интересный вопрос сам по себе. Знали ли русские женщины из дворянских семей русский язык? Но, благо, у нас есть источники, которые позволяют нам об этом судить. И мы можем сказать, что это такая была, может быть, шутка в каком-то отношении. Конечно, какие-то, может быть, женщины не знали, но в целом, в основном, они очень хорошо писали по-русски. Ну, даже мемуары, вот вы можете взять мемуары той же самой Смирнова и Рассет, они частично написаны по-русски, они написаны очень хорошим языком. И у нас другие есть такие примеры, которые показывают, что женщины, безусловно, своим языком владели. Другое дело, что многие из них нечасто его использовали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ